Сначала надо помучиться чуть, а потом будет вам счастье. Здравствуйте, меня зовут Водф Павел Александрович. Я один из трениров клуба «Титан» в московском филиале в двух. Всем известно, что буржи занимаются для удовольствия. Редко кто занимается там из-за денег, например. Но при этом, чтобы добыть результатов каких-то, нужна дисциплина, труд, усердие какое-то. В каком процентном соотношении должно быть удовольствие и дисциплина? Скажем так, ну особенно у нас, если мы сейчас, опять же, если такой вопрос, у нас в основном джиу, ну только сейчас начало как бы подниматься, прям то, что уже диете, уровень хорошего есть. Ну я просто помню, когда вот мы, я начинал там в 11-12 году заниматься, условно, там, ну, по-сому уже такие мужчины боролись с других видов спорта. У них и мотивация, соответственно, другая. Они всю жизнь в спорте были, условно. А приходит новичок, и, как бы, ну, там разница весомая, да? Это сейчас, спустя какое-то время, типа, это сейчас круто стало. И понятно, что дисциплина, ну это самое важное. То есть там без, скажем так, соревновательной деятельности вообще тяжело в этом виде спорте расти, если просто только тренироваться. Ну можно, конечно, есть особо одаренные люди, но я, например, к ним вообще не отношусь. Условно, сколько бы я не тренировался раз в неделю и без соревнований, там, ну... А это тоже своего рода дисциплина. То есть я нужно приучать выступать на соревнованиях, потому что, ну, хочется, как бы, хочется просто кайфовать постоянно, там, валяться на матках и так далее. Вот, соответственно, лучше, конечно, ну, удовольствие надо получать, научиться и от тренировочного процесса, и от соревнований. Желательно, если вы хотите. Просто это будет удовольствие, вы будете от этого получать, когда вы будете расти, когда у вас будет что-то получаться, какая-то техника, условно, то, что до этого не получалось, скажем так. Вот. Поэтому, я думаю, 50 на 50. Ну, процентное соотношение, я не знаю, как это, ну... Просто иначе никак, ну... Если это удовольствие не приносит, то я считаю, что этим немец мысли заниматься вообще. Ну, может дисциплина приносить удовольствие? В какой-то степени, не сразу. Сначала надо помучиться, чуть-чуть. А потом будет вам счастье. Соответственно, да. Ну, победа любит подготовку, а подготовка любит дисциплина. Хороший, у меня такой будет вопрос. Какой бы ты дал сам себе, бывшему, совет? Вот себе, белому поясу. Вот ты сейчас, Браун, скоро черный, тому самому пояс. Какой бы ты совет дал бы себе, белому поясу, который только начинал заниматься джиу-джитсом? Ну, старался бы на тренировках, скажем так, более осознанно стараться работать. Я, конечно, понимаю, что это звучит очень банально, но, тем не менее, все как бы у нас из-за осознанности. Если ты подходишь осознанно к тренировочному процессу, там, увлекаешься этим делом, смотришь соревновательные схватки, там, всякие обучалки, там, скажем так, что тебе плюс-минус подходит. И анализируешь свою борьбу, то, ну, конечно, ты быстрее вникнешь. Просто я, например, ну, я по себе совет дал, что я просто раньше так влюбился на тренировках, что у меня все вылетало. Руки, ноги, там, условно, в этом нет еще хорошего. Ты много терпишь, хочешь всех победить, условно, на тренировке. Ну, и это долго очень длилось, пока просто в один момент я уже понял, что, ну, все, типа, там, по 20 небольшим, и мне уже тяжело было, там, встать у нас в кровати. Я думал, что это непонятная тема, так, наверное, нельзя продолжать, когда ты тренируешься 6 раз в неделю, и на каждой тренировке просто пытаешься всех уничтожить, особенно, если это поиск старше тебя, да, то это ничем хорошим не заканчивается, а еще лучше, в принципе, если кто это накажет, чтобы ты потом, типа, понял, что это, наверное, не стоит. Соответственно, спокойнее, увлекайтесь борьбой, анализируйте свои складки, боретесь на тренировке, слушайте тренера, вот, соответственно, нет алкоголя, нет наркотиков, там, все, все, ну, все, ну, все, ну, все, ну, колосы. Витаминчик. Ну, если со знающим врачом можно, если проконсультироваться, я остановлюсь, но я лично нет. Хорошо, ну, такой вопрос, ты, помимо моментов, смотреть соревновательные схватки, да, но есть какие-то рекомендации, как их смотреть, что смотреть, как выбирать, на что обращать внимание, и вообще, с какого пояса нужно смотреть соревновательные схватки? Это хороший вопрос, потому что я начал смотреть только соревновательные схватки, так что до этого, ну, это как раз вот к предыдущему, если вот советы, там, все дела, я просто боролся, просто рубиться приходил. Тут вот надо как бы, ну, мне кажется, рано или поздно к этому человек сам приходит, когда он понимает, что он много времени этому посвящает, но есть люди, которые занимаются меньше, они его обгоняют. Это, ну, такое часто сплошь и рядом не вижу здесь. Вот, соответственно, смотреть лучше всего, ну, как я, я могу по себе только судить, но и по людям с камерой общаюсь условно, да, поэтому, все-таки, наверное, свою весовую, ну, если вы боретесь на соревнованиях, плюс-минус. Конечно, топовых спортсменов можно смотреть, нужно смотреть, но ваш уровень, там, понимание, ну, еще не сможете, короче говоря, понять условно, что он делает. Можно посмотреть миллион таких обучалов, повторить их на расслабленном человеке, но по таймингу и так далее, ну, все будет не получаться. Вот, поэтому лучше вот синий пояс смотрит, просто включает, там, не знаю, шипят в Бразилии, любой, там, синие пояса, там, адалта, там, 7-6 килограмм, там, условно, смотрите, смотрите все схватки, там, условно, что там люди делают. Потом можно на контрасте посмотреть черных поясов сразу, что там происходит. Бывает там то, что все, вообще одно движение за, там, 10 минут произойдет, условно, и оно решает всю схватку, да, ну, и так далее. То есть, свою весовую смотрите, увлекайтесь. Ну, и, конечно, кто нравится, спортсменов, условно, кем восхищаетесь, там, если есть такие, условно, да, то, конечно, не надо интересоваться. Нужен ли кумир в Бразилии практику? Ну, вот, то есть, кумир. Нужен ли кумир, нужно ли на кого-то равняться, вот, кого-то особенно любить и так далее? Ну, опять же, говорю, я по себе сужу, я не могу сказать за всех сейчас людей, там, что надо, что не надо. Это всем виднее, там, что надо, там, условно. Я лично сам, у меня не было никогда негативных мерок, там, я не могу сказать так, что у меня, там, какой-то спортсмен очень хороший, там, или тренер, вообще, ну, прям, просто я говорю, что я лично, нет. Я равняюсь на людей, с которыми, там, общаюсь, условно, там, кто, ну, я смотрю, как люди тренируются, какая самодача. И так же, вот, я тренируюсь, у меня есть ученики взрослые и не очень взрослые, и есть очень ребята, которые в себе устремленные, честно, я от них подпитываю мотивацию, потому что они, действительно, показывают свой дух в зале. Для меня это показатель, когда, как бы, человек с полной самодачей тренируется, и ты, соответственно, так же можешь двигаться, тренироваться, вот. Соответственно, ну, я, я смотрю, слежу за, дружусь вообще в целом мире, но такого, чтобы я, там, на кого-то прям равнялся, нет. Стараюсь, как бы, от себя двигаться больше. С какого момента можно смотреть видеообучалки и вообще учиться по всяким видеосеминарам? Ну, сейчас, на самом деле, мне кажется, если тренироваться усердно, плотно, ну, опять же, зависит от частоты тренировок. Человек, который приходит, не занимаясь до этого, никаким видом спорта приходит джиу-джицу, особенно, если мы за 30 лет уже, в принципе, смотреть обучение, обучалки сразу, семинары, никакого смысла не имеет. Там нужно сначала научиться каким-то движением, там, координация, там, моторика, там, страховка, ну, просто какие-то элементарные вещи. Я думаю, что все-таки, наверное, это синий пояс. Потому что к синему поясу, в принципе, синий пояс – это человек, который какое-то время уже проборолся, какое-то время уделил этому виду спорта, у него уже есть какое-то понимание, и он знает, например, набор базовых техник в джиу-джицу и примерно, как ими пользоваться на плюс-минус сопротивляющемся сопернике, да, синему поясу розе, в принципе, как и кулькурное, как и коричневое, как все пояса. Я думаю, что синего пояса, да, там, пару лет, года полтора точно надо позаниматься, вот. Ну, это базовые вещи надо изучать, побольше стараться. Спасибо тебе, Паш. Спасибо. Да, махнет. До новых встреч.